дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз 16 по 22 декабря включительно для знака зодиака козерог уважаемые козероги напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто одинок также не забывайте о том что расклад все-таки общий расклад всего лишь один вас много если вы видите что по первым двум картам расклад с вами не резонирует возможно в периоде этой недели он вам не подходит а подходит другой категории козерогов но в любом случае я приглашаю вас всех размещайтесь поудобнее сейчас пока я перетасовываю колоду по традиции вы можете загадать картам один вопрос который вас на сегодняшний день волнует больше всего та карта которая останется на дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет в отношении своего вопроса не забывайте устанавливать время в которое вы хотели бы увидеть результат также это же самая карта будет для вас являться и подсказка в отношении вашего вопроса что может вам помочь или наоборот что может вас препятствовать для достижения желаемого также первая карта вашего расклада покажет вас самих на начало этого периода ваши планы мысли ваши эмоции ваши действия ваш общий запас энергии и ваше настроение первая карта дальше мы посмотрим общий фон событий всей этой неделе что войдет в вашу жизнь что происходит в ваших парах для тех кто в паре что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас что происходит вашей рабочей деловой сфере что происходит у вас финансовой сфере что ждет вас во взаимодействии с другими людьми во внешнем мире и также что ждет наших одиноких козерогов карта для вас она покажет и ваши личные отношения и также события этой неделе в целом именно для вас что войдет в вашу жизнь в конце этого периода что стоит ожидать и карта по традиции совет на что нужно будет обратить основное внимание вы помните карта оставшиеся на дне колоды является ответом на ваш вопрос да или нет скоро мы к этой карте непременно дойдем итак первая карта вашего расклада и сразу же пятерочка посохов пятерочка посохов это какая-то борьба по этой карте вы можете бороться с какие-то свои идеалы за какие-то свои интересы для многих из вас эта карта показывает какую-то напряженную конфликтную ситуацию в которую вы втянуты возможно вам приходится с кем-то выяснять отношения по пятерочке посохов это могут быть любые неприятные разговоры и разбирательства возможно это только то что пока в вашей голове о чем вы думаете да но может быть у кого-то в начале недели и возникнуть какой-то конфликт у кого-то в работе у кого-то может быть с друзьями но по пятерочке посохов у вас все-таки есть враги есть конкуренты есть люди недоброжелатели притом это какие-то незаслуженные нападки в вашу сторону конечно эта карта показывает вас как людей физически сильных выносливых общего запаса энергии у вас предостаточно но силы расходуются как будто бы не туда ваши силы расходуются на постоянные какие-то выяснения отношений с кем-то также эта карта говорит о том что если вы работаете в рабочем коллективе это когда каждый сам за себя когда каждый думает исключительно о своей выгоде вы никого не интересуете вы никого не волнуйте каждый думает о своей корости выгоде наживе и возможно вы кому-то являетесь помехой для кого-то это какие-то родственные разборки и выяснения отношений конечно же напряжение по первой карте и из-за этого у вас переживания давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели для вас выпала карта пажа мечей также говорит о каких-то хлопотах которые ждут вас в периоде этой недели это какая-то суета к сожалению нервная и неприятная из-за чего-то вы нервничаете какие-то телефонные звонки которые вас могут напрягать эта карта говорит о каком-то недоверие вашем собственном в отношении кого-то либо чего-то какой-то ситуации также по этой карте может быть и вам кто-то не доверяет или вас в чем-то подозревает и мы видели что первая карта шла пятерочка жезлов из-за ней паж мечей эти карты говорят о борьбе о неискренности возможно в каком-то важном для вас деле или вопросе эта карта показывает недостаток информации вот вы все время что-то анализируете вы постоянно о чем-то думаете из-за этого нервничаете что-то для себя хотите прояснить также по этой карте однозначно кто то есть рядом с вами кто не желает вам хорошего и этот человек очень много знает к сожалению о ваших делах о вашей возможно и личной жизни то есть эта карта может указывать на недоброжелателя это может быть и мужчина и женщина у каждого своя ситуация по этой карте интуитивно вы чувствуете вражескую атмосферу и конечно же насторожены готовы за себя постоять и в любой момент вы на поготове до ответить кому-то что происходит в ваших личных отношениях для тех кто в паре если смотрит меня женщины козероги карта императрицы показывает вас саму то есть она говорит о том что вы красивая уверенная самодостаточная вы и прекрасная мать и прекрасная хозяйка но в вашем доме на сегодняшний день есть очень и очень большого недоверия если говорить о вашем партнере четверочка мечей говорит о больших ревностях возможно о какой-то слежки о желании что-то выяснить о вас да то есть вы также несмотря на то что в периоде этой неделе будете стараться проявлять свои благородные качества в отношении своего супруга вы тоже ему не доверяете здесь тоже есть какие-то ревности и взаимные упреки могут быть по этим картам но женщины наши козероги умеют себя вести довольно таки выдержана по этой карте в периоде этой недели вы будете все делать для того чтобы свои эмоции контролировать не всегда вам это будет удаваться легко но вот вы как будто бы хозяйка положения в паре вы чувствуете себя хозяйкой положения если смотрят меня мужчины козероги свою женщину свою вторую половиночку вы видите вот такой вот прекрасной императрицы красивой женственной сексуальной прекрасной матерью своих детей но у вас к ней идут огромные ревности и тоже здесь какое-то напряжение в паре здесь были и конфликты и были выяснения отношений это какие-то старые раны еще не зажившие при том у обоих партнеров но тем не менее ваша супруга в периоде этой недели будет делать все для того чтобы отношения наладить по императрицы в любом случае ваши отношения развиваются я не вижу чтоб кто-то от кого-то куда-то ушел если говорить о наших одиноких козерогах по десяточке чаш карта замечательно это большая эмоциональность периоде этой недели но в хорошем смысле этого слова это какие-то может быть встречи с вашими родными и близкими с друзьями с теми людьми которые вам действительно преданы которые вас любят может быть вы организовываете какие-то семейные встречи вечера может быть кому-то идете из своих родственников здесь какая-то большая душевность поддержка тех людей для вас которые искренне к вам привязаны по десяточке чаш вашей жизни вот в этом периоде открываются для вас какие-то новые благоприятные обстоятельства которые помогают что-то поменять в доме в семье наладить какую-то душевную атмосферу эта карта конечно душевности вас показывает как людей очень добрых отзывчивых вы любите во многом эстетичность эта карта показывает и ваши какие-то творческие способности которые вы хотели бы развивать возможно кто-то даже и развивает также по этой карте если говорить об одиноких меня могут смотреть те у кого уже есть детки уже отношения были в прошлом потому что десяточка чаш говорит о том что эти отношения уже были мы видим по символизму карты что что-то было разрушено но на сегодняшний день вы уверенно смотрите в будущее вы ощущаете свою красоту вы ощущаете свою внутреннюю энергию вы ощущаете свою внутреннюю сексуальность и конечно вы не можете не нравится противоположному полу и на мужчин козерогов и на женщин по этой карте однозначно обращают внимание возможно кто-то из людей хорошо знакомых вам может быть какой-то друг или подруга искренне к вам привязан ваши отношения могут перерасти во что-то больше для тех кто встречается на сегодняшний день у вас есть партнер эта карта однозначно говорит о том что отношения развиваются это любовь это чувство это трудности которые вы готовы преодолевать вместе и уверенность себе если говорить о социальной жизни о внешнем мире вот если брать эту карту как на период всей недели то это умение договариваться умение выстраивать отношения многие вас ценят за те душевные качества которые вы имеете за вашу доброту и отзывчивость для многих из вас она все-таки предполагает какое-то положительное сотрудничество чего бы это не касалось давайте посмотрим вашу рабочую деловую сферу здесь ли вас выпала карта девяточка мечей в периоде этой недели у многих могут быть какие-то трудности с работой для кого-то эта карта может показывать тяжелый физический труд за низкую оплату и это то что эмоционально может вводить вас какие-то депрессии у кого-то вот в данном периоде времени по карте девяточки мечей как будто бы происходит остановка в работе это может быть и потеря работы как таковой вообще из-за этого тоже идут какие-то переживания почему потому что по этой карте у многих могут быть какие-то долги и кредиты обязательства в банках так как эта карта еще указывает и на банковские структуры все эти переживания объединились в вашей голове и вы очень очень волнуетесь но не стоит так убиваться по девяточке мечей все-таки несмотря на то что ситуация сложная выход нужно искать также эта карта говорит о том что в каких-то рабочих моментах для тех кто работает вы как будто бы от всех зависеть и у вас нет права выбора вы не можете сами руководить какими-то процессами по крайней мере в периоде этой недели для кого-то это может быть остановка в рабочих процессов из-за каких-то внешних факторов то есть эта карта может проиграться и таким образом для тех кто был без работы эта карта говорит о том что это не лучший период для поиска работы здесь пока нет принесите поиск работы на более благоприятное время Давайте посмотрим, что же происходит у вас с финансами. На финансы у вас выпала карта Короля Посохов. Если смотрят меня козероги-мужчины, несмотря на то, что вы относитесь к стихии Земли, и ваш знак – это Пентакли, эта карта может показывать вас как человека, который в отношении заработка и денег проявляет инициативу, самостоятельность. И даже если у вас что-то не получается в рабочих процессах, всё-таки что-то вы пытаетесь вытянуть самостоятельно, какую-то проблему решить, с кем-то договориться, пытаетесь держать под контролем свои негативные эмоции. Эта карта вас показывает как людей ярких, людей лидеров, но в силу каких-то обстоятельств пока что-то не получается. Также у многих ваши денежные моменты и вопросы зависят от какого-то мужчины. Возможно, стихии огня – это может быть овен, лев или стрелец по гороскопу, может быть, это тёмненький мужчина, от которого вы зависите финансово. Несмотря на то, что эта карта не показывает финансы, всё же это благоприятная карта, и с кем-то вы по поводу денег сумеете договориться. Также у кого-то по девяточке мечей это может быть как напряжённое ожидание вот денег и финансов и какие-то большие нервы из-за этого. Если говорить о наших женщинах, то тоже большое влияние на ваши финансы имеет какой-то мужчина. Возможно, такой мужчина, которого я описала ранее, готов будет вам как-то помочь защитить ваш финансовый интерес. Для кого-то это может быть муж, для кого-то может быть какой-то коллега по работе, либо просто тот мужчина, который в вас заинтересован. Четвёрочка посохов на внешний мир. Говорит о том, что многих из вас в периоде этой недели ждут какие-то встречи, это будут положительные встречи, это будут какие-то положительные звонки и сообщения, которые всё-таки вас порадуют. Хотя, если говорить в общем о событиях всей этой недели, есть какая-то большая нервность и напряжение, в том числе из-за телефонных звонков, но это всё то, что, насколько я понимаю, больше касается ваших рабочих отношений, потому что здесь очень много неясностей, и в семье здесь тоже не очень-то всё благоприятно. Но во внешнем мире, то, что касается внешних контактов и связей, благотворное сотрудничество, благотворные переговоры, которые идут вам на пользу, благодаря которым вы где-то можете успокоиться и прийти в норму, это то, что реально помогает вам жить. Для многих из вас эта карта предвещает отдых после трудов. Возможно, не случайно выпадала девяточка мечей, то есть кто-то, может быть, сознательно берёт какой-то отпуск. Это карта приятных встреч, может быть, в кругу семьи, в кругу ваших родных и близких, и разговоры, которые вас однозначно порадуют. Здесь по этим картам идёт очень много коммуникаций именно с мужскими лицами, и то, что касается внешнего мира тоже. Давайте посмотрим, что ждёт вас в завершении этого периода, и здесь для вас выпала карта Короля Чаш. Снова мужская фигурная карта, которая показывает ещё какого-то мужчину, который будет оказывать влияние на вашу жизнь в конце этого периода. Это может быть либо светленький мужчина, либо голубоглазый, либо человек, который вам душевно расположен. Очень часто эта карта показывает и тёмненьких людей, но которые вас действительно любят и к вам привязаны. Это даже может быть кто-то из вашей родни, либо ваших ближайших друзей. Кто-то тот, кому вы можете доверять. Большое влияние этого человека на вашу жизнь в конце этого периода. Если говорить о наших женщинах-козерогах, возможно, в вас влюблён какой-то мужчина и интересуется вами. Но здесь мы видим как минимум два мужских лица, которые будут иметь большое влияние на вашу жизнь на этой неделе. По королю чаш это какие-то приятные разговоры, приятные встречи, приятные обсуждения чего-либо вот с этим мужчиной. Это может быть всё то, что касается дома, семьи, каких-то семейных встреч. В любом случае этот человек готов вам как-то помочь. Это касается и мужчин, и женщин. Карта совета для вас на эту неделю. Карта колесницы, карта дорог. Эта карта говорит о том, что если вы надумали куда-то ехать, вам уже нужно ехать. Эта карта говорит о том, что дороги ваши будут благополучными. Также, несмотря на то, что в этом периоде времени что-то у вас может не получаться, не падайте духом. По карте колесницы всё-таки проявляйте больше уверенности, больше лидерских качеств. Ни в коем случае не останавливаться, а только вперёд. Ваша жизнь – это движение. И в периоде этой недели вам больше нужно себя проявлять проявлять и в рабочих процессах, и в денежных моментах. И то, что касается каких-то общих текущих проблем, берите инициативу по колеснице в свои руки. Но также эта карта говорит о том, что вы не всегда справляетесь со своими эмоциями. Иногда они у вас зашкаливают. Где-то иногда кого-то вы можете нечаянно, как бы не хотя обидеть каким-то резким словом. Просто из-за того, что вы, может, не сходитесь энергетически. Кто-то более медленный, а вы более быстрый, и уже не состыковка. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Да или нет. Карта Отшельника. Она не даёт однозначного ответа «да». Она даёт ответ 50 на 50, и к ней, как правило, нужны дополнения. Эта карта даёт однозначное «да» исключительно для тех, кто занимается какими-то эзотерическими практиками, кто занимается врачеванием, медициной, кто что-то изучает. Если вы задали вопрос, касающийся учебных процессов, самопознания, саморазвития, эта карта говорит «да, у вас всё получится». Но если вы задали какой-то вопрос, касающийся сложных проектов, бизнеса, купли-продажи, чего угодно, эта карта говорит о том, что вам нужна помощь ещё какого-то человека. Кто-то по этой карте рядом с вами есть, как мудрый наставник, человек, которому можно обратиться за помощью. И вместе вы сможете решить ваш сложный вопрос. Одна голова хорошо, две головы лучше, и вместе вы с кем-то сила. Также эта карта говорит о том, что даже если в начале задуманное вами не получается, а такие моменты могут в вашей жизни быть, то есть могут быть такие периоды, что начнут опускаться руки, вы не сдавайтесь. Идите к своей цели вперёд, и вы рано или поздно достигнете желаемого результата, только в том случае, если будете верить, надеяться и ждать. Если вы сдадитесь, желаемого да вы не получите. Давайте возьмём ещё одну карту дополнения, что вам нужно всё-таки делать или как себя вести в отношении своего вопроса. Карта «Десяточки Пентаклей» конечно говорит о хорошем положительном результате, у вас всё получится, но на ваш вопрос нужно время. Кому-то для того, чтобы решить ваш вопрос, нужны финансы. И также в вашей жизни по «Десяточке» однозначно появятся какие-то новые обстоятельства, которые что-то будут менять в вашей жизни в хорошую сторону. Но не забывайте о том, что в отношении вашего дела вам нужно с кем-то посоветоваться и получить дополнительную поддержку. Как видите, расклад на эту неделю выпал довольно-таки напряжённый. Давайте возьмём дополнение на сферу вашей работы, потому что карта негативная на вашей работе. Рядом с вами есть человек, к которому вы очень привязаны. У многих это как расставание, завершение какого-то рабочего процесса, завершение какого-то важного периода в жизни. Какие-то новые обстоятельства появляются в вашей работе. На первый взгляд, они могут показаться болезненными. По карте гроба элементарно кому-то просто нужен отдых. И по вот этой карте вы чувствуете себя как одинокая птица, несмотря на то, что есть люди, которые вас поддерживают, несмотря на то, что есть какое-то сотрудничество. На время это сотрудничество с кем-то может быть приостановлено в силу каких-то обстоятельств. По карте гроба. Но гроб здесь выпал для вас светлой стороной. То есть что-то в жизни будет меняться, но для вас с хорошим исходом. Что вам нужно делать? Совет в отношении вашей работы. То, что касается и ваших коллег, и вашего начальства. Здесь очень много манипуляций вами. Здесь может быть и какая-то нечестность в деньгах, и зависть в отношении ваших успехов, и подвох со стороны тех людей, которым вы доверяете. Поэтому вы по этой карте должны быть себе на уме. Вы должны хитрить, вы должны из какой-то сложной ситуации выкручиваться. И выкручиваться по лисе, пуская в ход свою хитрость, идя на какие-то уловки для того, чтобы добиться хорошего результата. Почему? Потому что в работе у вас все-таки у многих сейчас наступает либо период какого-то застоя, либо даже по карте гроба это смена места работы с одной на другую. И вот по карте сердечка вы как будто бы пытаетесь с кем-то, может быть, заключить какой-то новый договор. Пока все это в сложностях. Но для вас нет ничего невозможного. В вашем раскладе выпал один старший аркан, аркан императрицы. Эта карта говорит о том, что большое влияние на вашу жизнь в этом периоде будет иметь какая-то дама. Для кого-то это женщина номер один, для кого-то любимая женщина, любовница, для кого-то жена, для кого-то мать, для кого-то сестра. Но этот человек очень и очень влияет на вашу жизнь. Если смотрят меня женщины-козероги, очень многое в этом периоде зависит от вас самих, от вашего умения организовывать и себя, и тех людей, которые рядом с вами. Если вы все правильно сделаете, в будущем вас будет ждать хороший результат и развитие. Все-таки карта императрицы говорит о том, что у многих из вас это какой-то временный застой. И благодаря какой-то женщине в вашей жизни что-то будет меняться и налаживаться. Уважаемые козероги, всем счастья, всем добра, всем хорошего настроения. Не отчаивайтесь, если что-то не получается в периоде этой недели. Негативные карты это не приговор, а возможность что-то поменять в своей жизни и подкорректировать. Я говорю вам до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Друзья, сегодня всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok